Всем парни привет с вами Димон на первом игровом и у нас финал финал Ингольштадт против Рэдбул Мюнхен. Что мы сыграли встречи, которые до этого были серии. Это у нас третья серия. Первая была одна четвертая, второй ролик была одна вторая, а теперь самое главное это финал чемпионата немецкой хоккейной лиги. Ну что скажем по сопернику. Соперник у меня шел тоже неплохо с пятого места. Он закончил на пятом месте. 27 очков, 9 побед, 4 поражения. И путь его был. Выиграл он Пантер. 7-3, 5-2. Затем в 1-2 финала победил чемпион, ну главного, кто первое место занял, Гризли. Был такой серия до трех матчей. 9-1 в первом матче победили Рэдбул. Затем проиграли 1-5. И в решающем овертайме побеждают 5-4. Выходит в финал. Да, Гризли шли первыми и побеждает Рэдбул, оказался сильнее. Ну, с нами будет играть игр Сузман, если я правильно прочитал, чтобы не ошибиться. И у нас сегодня финал. Финал. Самый главный финал чемпионата Германии. И мы узнаем, кто сегодня будет чемпион. Сегодня мы узнаем победителя финала. Поехали. У нас приветствует Сатурн Арена. Ингольштадт принимает Мюнхен. Красные быки. Да, выбрасывание. И у нас первый период начинается с атаки гостей в сайт. Что сказать, очень было все осторожно. Мы целый период играли, можно сказать, присматриваясь друг к другу. Потому что финал говорит о том, что кто победит в первом матче, фактически обеспечивает себе задел на победу в серии. Потому что до двух побед идет матч. И если первым побеждаешь, фактически ты уже себе гарантируешь, на втором матче держишь более расслабленно. Тут соперник сразу же начал атаковать. Видим, что много бросков. Первые минуты уже даже середина первого периода. в атаке гостя. Мюнхен очень серьезно настроен на цели, даже на то, чтобы в первом матче наказать хозяев. И у нас тут одна из немногих атак, которая заканчивается силовой борьбой. Сразу же ходит в зону. Распасовка показывает свою мощь. И тут нас хорошо. Тут на месте вратарь. И нам повезло в этом моменте. Да, борются защитники. Помогают нападающие. Вратарь на месте. Силовая борьба. И мы идем в атаку. Тут момент. Да и не получается. Да, в прошлых матчах получалось. И сразу видим, даже пауз нет. Сразу же вбрасывается игру. Тут ошибка. Ошибка у нас есть шанс пройти и наказать соперника. Передача и них получается замкнуть клюшкой. Не увидел, не увидел. Даже нету паузы каких. Вот как начался матч. И продолжаются атаки. Сразу сказать, что период без шайб заброшенных. Начинается второй период. И мы выиграем вбрасывание. Надо что-то предпринимать. Потому что у нас 0-0. Это финал. А финал должен выявить победителя. Прижимаем борту. Выкидываем. Да, шайба должна быть у нас. Все, шайба у нас. И мы начинаем атаку по флангу. Финтим. Л2. Передача. И не доходит. Да, опять где-то что-то. Или медленно. Или пока соперник читает нас. И не дает нам ничего сделать. Более агрессивно играют. Передача. Входим в зону. Финт. И вот ошибка. Такая ошибка. Ничего мы не сдаемся. Здесь вот перехватываем. Передача. И штанга. Вот это да. И гол. Хорошо здесь мы увидели игрока на замыкании штанги. И мы выходим вперед. 1-0. Дефазио забивает шайбу важную. Сразу же выиграет соперник Брассония. Идет в зону. Тут нас сразу двое встречают. Тут перехват. Ошибка. Через защитников. Щелчок. Мимо ворот. Наш игрок схватает. И сразу видим как сразу же захватывает шайбу. И тут как неожиданно быстрый момент оказался не в нашу пользу. И счет 1-1. Пытаемся пробить девятку. У нас она не получается. Тоже соперник входит в зону. Перепасовка. И смотрите как неожиданно. Выставлением клюшки. И счет 2-1. И уже заявка на то, что мы в первый раз уже в этой плей-офф-серии проигрываем. Имеется в виду, что не сравнить в полуфинальной. Там тоже сражались. Это уже другой матч был. Конечно. Мы проигрывали. Да, согласен. Ну что, начинается у нас третий период. Третий период у нас всегда особенный. Он всегда показывает, кто имеет опыт. И в третьем периоде дожимает соперника. Мы пока проиграем 1-2. Соперник выиграл выбрасывание. Ну что, тоже у него не получается. Мы пробуем играть по флангу. Проходим. И наверное будем девятку. Нет. И что-то у нас девятки вообще не идут. В этом третьем периоде первого финального матча, хочу сказать, что сыграл очень большой момент в тот же случай. И подробнее мы увидим, как все быстро поменялось. Опытаемся опять пропить. Ничего у нас не получается. Пока все под... Вот тут вот это на нас все-таки вот это ошибка, наверное. Вот тут у нас не получилось замыкание. Вот это на удаление. Я беру тайм-аут. И наши парни сейчас покажут такую отрезок игры, что я сам не ожидал. И это все поменяло. Вообще все поменяло. Разыгрываем и сразу же пробуем пробить. Но не получается. Но на месте. Шайба у нас. Пауза. Передача. Гол. И на штанге. То, что у нас не получилось, получилось. И счет 2-2. После тайм-аута, которое было после нарушения. Мы численное преимущество реализовали. Наскофнер забивает шайбу. Сразу же. Смотрите, как быстро у нас получается. Какие провалы. И сразу же ответка. Смотрите, что происходит. В этом промежутке что-то помогло. Что-то случилось, что мы сравняли и вышли вперед. Это просто шикарнейшая ситуация. Соперник, да, ошеломлен. Опять бросаем, опять выиграем. И мы ходим в зону. Передача. И гол. 4-2. Соперник берет тайм-аут. Понимаешь, что... 56 всего он пинг у нас. И у нас... Перебросали мы соперника. Сразу же берет тайм-аут. 4-2. Мы опять в игре выбрасываем. Передача через центр. Но ошибаемся. Нет, забирает игрок. Передача. И гол. Что творит Ингольштадт дома? За какой-то промежуток времени уже плюс 3 шайбы. Это просто... Это просто все поменяло ситуацию. Я думаю, что вот это сломило. Маленькая ситуация. И 5-2. И мы уже в середине. Да, уже удаление. Драка. Все как положено. Накал. Накал финальной серии. И драки. И у нас... Видим, что... И на льду мы сильнее. И в этом промежутке игрового времени мы вырвались вперед. И идем. Идем к назначенной цели. Нам нужна победа. 4 минуты до конца. Играем 4-4. Сейчас у нас будет меньше ствола. Соперник. Вот тут не получилось. У нас пас у него. Минута еще. И тут, видимо, 3-5. Да. Что-то надо делать. Вспоминаем мы матчи полуфинальной серии, где все решалось в третий периоде. И когда камбаки совершались, это... Тут 3-43 еще играть-играть. Атакует соперник. Броски от защитников. Но тут хорошо, что не ошиблись сильно. Продолжаем контролировать ситуацию. Ну, то хорошо передать. И не так. Что-то не получилось у нашего игрока. Передача. Идем. Надо увеличивать счет. Надо шестую шайбу забивать нам. Чтобы уже точно гарантировалось. Ищем открытого. Передача. И не прошла. Да, запутался игрок. Тут тоже с бэкхэнда. На месте вратарь. И 50 секунд. Совсем немножко отделяет нас от первой победы. Мы должны ее сделать. Остается совсем немножко. У нас 30 секунд. Снимает вратаря. Тут мы им промазываем. Я не знаю как. Что тут получилось. Почему мы не попадаем. И уже все вопросы решились. Но еще есть шанс. У соперника зацепиться. Хотя бы на задну шайбу. Дойдет борьба. И у нас остается 15 секунд. И наверное тут уже все. За это короткое время соперник ничего не сможет сделать. И у нас победа. Победа в этом непростом матче. Который мы переломили ситуацию с 1-2. И побеждаем 5-3. Вот так мы подошли к тому, что первый матч у нас оказался за нами. И мы переломили ситуацию. И дальше нам необходимо играть в гостях в Мюнхене на Олимпийском стадионе. Рэдбулл будет принимать Ингольштад. И там будет решаться, что у нас ждет. Кто будет сильнее. Кто победит в этом следующем матче. Сегодня мы узнаем победителя финала Дэл Лига. Да, начинается, приветствует нас Олимпийский стадион. И мы начинаем второй матч на Олимпийской арене в Мюнхене. Выбрасывание. Поехали. Второй матч. Да, сразу же скажу, что первый матч был тоже такой... Начинался осторожный. Ну, мы... Вот это сразу начинает соперник. Я думаю, что соперник нарушает. Я думаю, что ему необходимо было тоже начать этот матч тоже агрессивно. Потому что он понимал, что если у этот матч его не зацепится, все, серия проиграна. Ну, нарушение, возможно, где-то нервность. И тоже какие-то моменты, которые приводят к устойчивости в этой стадии плей-офф. Мы выбрасывание. Нет, не выигрываем. Мы проигрываем. Обрасывание. У нас большинство. Шайба владеет. Хозяева. И вот, как я и говорил, что необходимо... Вот тут ошибка. И мы должны сейчас попробовать реализовать момент. Пробуем девятку. Нет, мимо ворот надо было все-таки пройти на финт. Но мы продолжаем в атаке. Пропытаемся прикрыть. И смотрите, как у нас получается хорошо реализовать большинство. И мы ведем 1-0. Хорошая заявка на начало матча. Передача. И смотрите, быстро опять. Опять у нас быстрая ответка. Тоже начало. Очень интересно, интригующее. Даются нелегкие матчи нам с Игорем. Потому что до этого мы играли в плей-офф. И у нас был матч. И сразу же ответочка 2-1. До этого у нас был матч в регулярке. Мы сыграли 8-7. Наколотили друг другу шайб. Очень много. Поэтому я понимал, что надо было настраиваться. Соперник умеет играть. И смотрите, как 2-2. Середина уже скоро. Первого периода. И у нас 2-2. А что, о чем я и говорил. Но есть какие-то моменты, которые переломливают ситуацию. И кто-то начинает лидировать. Продолжаем матч. Мои выбрасывания. Наша шайба. Смотрите, тут уже большая. Вот силовая борьба у нас. И мы тут же сразу ответочка. И 3-2. Да, смотрите, как начинается второй матч. Сколько шайб уже в середине первого периода. Уже 3-2. Да, тут у нас нарушение опять. Силовой был. И большинство у гостей. Игрим бросывание. Ищем игроков. Кто открыт. И гол. Как мы обманули соперники. 4-2. И уже лучше. Уже ближе. Ближе к победе. В финале. Теллига. Немецкого чемпионата. Оф-сайд. Оф-сайд. Ищем от игрока. Тут нет. Надо поддержать шайбу. Попробовали под правлением. Но не получилось. Соперник забирает легко шайбу. Начинает атаку. В средней зоне. Через центр. Ну, тут начинается. И как, смотрите, сейчас, как у нас получилось. Хорошо для нас тоже силовая борьба. Соперники. Вот видите, какой соперник уносит. Я думаю, это он, наверное, просто злится. Или это так решил сделать. Но нам это на руку. И смотрите. 5-2. Это сумасшествие. Первый период. И жестоко шайб забитых. И наши парни идут, идут, идут. Завершается первый период. 7 шайб. 60 пинг. И у нас второй период. Напрыгиваем бросвание. В атаке хозяева. Быки пытаются сократить оставание. Но смотрите, какая ошибка обходит игрок. Ищет. И нет. Этот уже момент. Да. Надо было играть по-другому. Но мы решили через пас. Силовая борьба тоже. Вот вы. Шайбу. Шайбу у нас пойдем по флангу. Ждем. Ждем игрока. Передача. И как вот тут повезло сопернику. И смотрите на завершение. На штанге. И 6-2. И это уже заявка. Заявка на победу. В финале. Это второй матч. Напоминаем, что до двух побед. Нет права на ошибку. Мы продолжаем. Продолжаем на этой волне идти. И смотрите, соперник. Сейчас у нас. Ответка. Ничего. Еще не потеряно. И смотрите, у нас уже 6-3. Хозяева забивает. И вспоминайте матч, когда начинается камбетч. Но мы сможем, сможем. Тут в этом моменте видите нарушение. И у нас сейчас большинство. Выбираем пас. И смотрите, как в настоящем НХЛ, которым мы играем постоянно, мы тоже это можем реализовать. Даже этими игроками. И мы забиваем. 7-3. Я думаю, тут соперник уже немножко потерял контроль. И мы тут уже что хотели, то и вытворяли. 8-3. Пошел разгром. Но я понимаю, что надо все-таки не спешить. Все может быть. Идем дальше. Побрасывание у нас были проблемы. Сразу видно было, что он много. Вот тут тоже игрок. Хорошо. Идет в атаку. Пас. Ждет пас. Нету. Потеря. Вот тут хорошо сыграл игрок. Выставил клюшку. И смотрите, какая ошибка. И приводит уже 9-3. И тут я начинаю говорить, Димон, Димон, еще играть, играть. Поехали. Не замыкаем. Концовочка у нас второго периода. Стоится 25 секунд. Тут не прошла передача. И у нас время без, наверное, не изменит за счет уже. И уходим на перерыв с хорошим заделом. И все понимают, что это третий период. 9-3. Мы не должны выпустить этот момент. И мы должны... Чем больше забиваем, тем больше уверенность. Это финал. Нету. Шага назад. Только победа. Играем брасывание. Кстати, это мой первый финал, в котором я участвовал в любых турнирах. Никогда я не был в финале. Нарушает игрок. И замыкаем 10-3. Это уже заявка на победу в этой серии и в этом плей-оффе чемпионата хоккейной лиги. Продолжается атака. Нет, не получается ничего. Мы перехватываем шайбу, идем по флангу, финтим. Пробиваемся. Передача и гол. 11-3. Это разгром. Это разгром. И мы побеждаем. 12-3. И это победа. Соперник уходит. Потеря связи. И мы понимаем, что мы побеждаем. Чемпионы, чемпионы. Эй. Эй. Чемпионы, чемпионы. Эй. Эй. Мы перебросали соперника. 19-7. 2-13. И у нас по вбрасыванию, по всем показателям мы были лучшие. Учебник нарушался от реализации большинства из четырех. И это да. Кто чемпионы? Мы чемпионы. И Ингольштадт чемпион немецкой хоккейной лиги. Ну что скажем. Не все так просто было, как оказалось в первом матче. Было видно, как соперник катал меня. И в этот финальная часть неожиданно перелом в первом матче. Ой, как помогло нам победить соперника. И вот мы видим наш путь. Мы побеждаем в первом матче 5-3. Во втором уверенно выиграем 12-3. И это просто великолепно мой финал. Я его сыграл. Ну и теперь мы ждем суперфинал. Финал чемпионатов Чехии и Германии. И видим наших соперников. Это Комета и Маунтфилд. Комета это у нас Сергей Фогель, Маунтфилд, Михаил Куприянов. Два соперника, которые на прошлом турнире играли в финале. Там получилось, что была команда НХЛ. И в том противостоянии в финале победил Михаил Куприянов. И стал чемпионом зимнего чемпионата НХЛ. Теперь опять их свела судьба. И в ближайшее время они решат, кто лучше в Чехии. Маунтфилд или Комета в Барно. Поэтому ждем, ждем сроки до 8-го числа. Ждем в ближайшее время. И потом у нас будет суперфинал, кто лучше в Европейском чемпионате. Поэтому огромнейшее спасибо всем, кто следил за этой серией. Она одулась очень интересная. И ждем суперфинала. И там посмотрим, кто кажется лучшим чемпионом в Европейском чемпионате. Если вам понравилось видео, под видео ставим пальцы вверх. Подписываемся на канал. С вами был Димон на Первом Игровом. Всем пока.